Мы влюбляемся с вами по 10 раз на дню Вроде бы удивительное заявление Кажется, что любовь, такое большое чувство Но вот та самая искорка любви, из которой разгорается это чувство Оно проскакивает очень часто Но что чаще всего мы делаем? А мне некогда, я на работу А у меня есть мой партнер, я уже сделал свой выбор Мне не надо останавливаться И так далее И соответственно проходим дальше То есть не начинаем создавать отношения с этими людьми И у нас есть два положения Одно положение это мы в поиске Так называемое поисковое поведение Второе положение, которое у нас есть Это буквально я сделал выбор У меня есть пара Соответственно я прекращаю поисковое поведение И вот с этого момента начинаются отношения С момента, когда мы сделали выбор Но что же влияет на этот выбор? Вот об этом мы сегодня и поговорим Что влияет на тот самый выбор Благодаря которому вспыхнувшее чувство любви Не заканчивается конфетно-букетным периодом Романтическим таким, да, приключением А начинает перерастать в более глубокие, серьезные, долгосрочные отношения Где влюбленность превращается в любовь Обратите внимание, что вот самый первый начальный этап Этап влюбленности Это этап такого немножко форсированного двигателя Мы там не совсем такие, какие мы есть Мы стараемся выглядеть лучше Преподносить себя с более хорошей стороны Стараемся полностью сосредоточиться на партнере, партнерше Буквально весь остальной мир отдыхает, что называется Но как долго вы протянете в таком режиме? Вообще-то недолго Поэтому романы достаточно скоротечны Они заканчиваются И возникает граница выбора После которого мы либо строим отношения Идем в глубокие чувства Более спокойные, не столь фонтанированные, как влюбленность Либо прекращаем эти отношения Идем искать следующий роман Мы будем говорить про длительные отношения В той или иной степени Что влияет на выбор партнера Самый первый, самый простой критерий, с которым мы сталкиваемся Это критерий защищенности Это то, чего нам не хватает на этом этапе развития Мы еще достаточно молодые, активные Весь мир перед нами, как большая непрочитанная книга При этом есть много достаточно взрослых людей Которые оказывают на нас давление Предписывают, как нам жить Рассказывают, как мы должны выглядеть Что делать и так далее То есть нападают на нас, по большому счету Нарушают наши границы Родители еще имеют слишком высокий вес В наших глазах Их мнения Мы, конечно, враждуем, бунтуем Пытаемся отрицать родительские авторитеты Но мы чувствуем себя беззащитными И, собственно, это является первым критерием Мы выбираем себе в пару того человека Который дарит нам чувство защищенности Нас, как минимум, двое Вдвоем мы сильнее Или рядом с этим мужчиной Я чувствую себя под защитой Помните чудесное выражение За ним, как за каменной стеной Это тоже оттуда приветы От защиты Это самый первый простой критерий Но достаточно быстро мы выясняем Что наш партнер обязательно где-нибудь накосячит Где-нибудь будет отсутствовать не вовремя Что-нибудь сделает не то Не так Не тогда В общем, не даст нам той вожделенной защиты Которую мы так хотим Происходит некоторое разочарование Ну что же делать? И тогда мы немножечко меняем фокус своего внимания Говорим Стоп! А потребности-то у меня гораздо больше Чем одна единственная потребность в защите У меня же очень много интересов Самых разнообразных И тогда главным критерием выбора партнера Становится удовлетворение своих собственных потребностей И вот тут такой период потребительства в полный рост Это с одной стороны Но с другой стороны Ведь потребности у нас правда разные У кого-то потребности больше интеллектуального характера И тогда выбирают себе партнера И партнерш тех С кем интересно общаться Разговаривать Кто много знает С кем можно обмениваться всей этой информацией У кого большая библиотека Не знаю, например Если критерий тот же самый Удовлетворение потребностей А при этом Базовые потребности чисто материальные Тогда кого выбираем? Того, кто побогаче Посостоятельнее То есть мы ориентируемся на те сиюминутные потребности Которые для нас важны в данный момент или этап жизни Отсюда вот эти замечательные истории О, у него мотоцикл, все круто, я его люблю Но потому что у меня есть потребность Безбашенно носиться по ночной в Москве Села на заднее сидение и понеслась Все, потребность удовлетворяется, я его люблю Чувство есть Но через некоторое время мы замечаем, что ни один Партнер или партнерша Не в состоянии удовлетворить наши интересы Полностью закрыв все наши потребности Ну смотри, там у тех же молодых людей На тот период, да Одна из таких больших потребностей Это называется шабдала То есть потребность секса Но и здесь возникают некоторые сложности Оказывается, что это не так уж просто Хоть мы и в отношениях Но все равно это подлежит Некоторым нормированием, правилам, границам и так далее И соответственно начинается сбой Потребности больше, более того Они возрастают Чем старше мы становимся Тем шире становится мир И больше потребностей Больше мы хотим взять и получить из этого мира И мы эти потребности Требования, вернее, об этих потребностях Направляем на своих партнеров А партнеры говорят А я что, я сам тут ничего Мне самому не хватает И мы обнаруживаем то, что все люди вокруг нас Эгоисты Начинаем в этом обвинять И говорят, что А, какие вы все неправильные И так далее А кто такой настоящий эгоист? Вспоминайте, друзья Эгоист Это тот, кто думает о себе Вместо того, чтобы думать обо мне Вот кто настоящий эгоист И тут нам приходит в голову гениальная По своей сути идея Кто лучше меня Знает мои потребности Ну, если хотя бы не лучше То хотя бы так же, как я Такой же, как я И это становится нашим Следующим критерием выбора Критерий похожести Субтитры сделал DimaTorzok